Осенняя хандра. Как с ней побороться? Давайте поговорим в этом видео. Здравствуйте, меня зовут Юлия Жукова и я являюсь автором двух замечательных книг «Прорыв, ведущий к успеху» или «Как подняться в интернете», «Лохотрон» — этот ваш сетевой личный опыт. А также у меня в арсенале множество PDF-отчетов на тему продвижения себя в сети интернет. Сегодня поговорим о осенней хандре. Как же с ней нам с вами побороться? Сразу отмечу такой момент, что хандрить или нет — это наш с вами верный, либо же нет выбор. Кто хочет, тот хандрит, кто не хочет, тот не хандрит. Естественно, всем понятно, что температура воздуха снижается, похолодание, дождь идет. Но это же не повод для того, чтобы просто тупо грустить, либо ничего не делать. У вас должна быть мотивация, вне зависимости от времени года, заниматься тем, что вам на самом деле нравится, если это вам на самом деле нравится. Я глубоко убеждена, что дождь-то замечательный. Не знаю я, кто сказал когда-то, что дождь-то плохо, все живое радуется при виде дождя. Вне зависимости, когда он идет, летом, осенью. Естественно, я не говорю, что ураганы, я в нормальном количестве говорю. Он смывает с нас, с человечества, с людей, с наших домов, с наших машин, всю плохую энергетику, которая скапливается. И дает момент для того, чтобы мы с вами просто обновились. Вот и все. Это равносильно тому, как принять ванну. Это был первый момент, который я очень сильно выделяю. Наш собственный выбор. Как вы к этому относитесь? Второй момент. Я предлагаю вам чаще окунаться в мир замечательной воды. Набирайте воды в ванну, добавляйте туда морской соли. Делайте много пены, используйте пены для ванн. Наполняйте себя запахами, эмоциями. Это очень сильно влияет на нашу самооценку внутреннюю и на наше настроение в общем. Третий момент. Я хочу вам посоветовать то, чтобы вы посетили парикмахера, либо же своего собственного стилиста, который поможет вам либо же обновиться, либо же подобрать, возможно, какой-то ваш новый стиль. Волосы очень сильно сухие становятся после жгучего солнца. Это необходимо нам как бы убрать, искоренить. Поможет парикмахер. А также избавиться от кончиков, которые, возможно, слегка попортила соленая водичка после летних отдыхов. Предлагаю вам, ребята, пересмотреть рацион. Это следующая рекомендация. Пересмотрите свой рацион и включите в него сезонные продукты. Потому что именно те продукты, которые идут в сезон, дают нам больше необходимых полезных веществ в организм. Это очень важный, тонкий нюанс. Ведь нам нужно желательно все употреблять именно в сезон. А осень это, по-моему, пора как раз-таки овощей и сбора массового этого всего. Поэтому балуйте себя, экспериментируйте. Не надо после лета сразу бросаться к чашке со сладостями, к примеру, и заново там, не знаю, толстеть или выходить из осенней хандры именно таким образом через сладости. Нет, пересмотрите в общий свой рацион. Девочкам рекомендую экспериментировать своим собственным макияжем. Ведь многие убеждены в том, что он даже может изменить вашу жизнь в целом. И это причем один из способов поднять себе настроение. Причем оно поднимется у вас явно в разы. Также девочкам рекомендую расставить дома гифузоры, которые просто наполнят ваш дом замечательными ароматами. Также вечерами предлагаю разжигать ароматические свечи. И это поднимет вам настроение. Если вы в отношениях состоите, то и поднимет настроение вашей второй половинке. Парню, мужу, кому-то. И возможно станет замечательным дополнением к окончанию вечера. Очень рекомендую вести дневник благодарностей. Куда вы будете записывать все позитивные мысли. Причем это делать каждый день. Мы с девочками в моей закрытой группе по красоте изнутри разбираем этот момент более глобально. Но здесь я вам просто рекомендую взглянуть на мир моментом, что стакан у вас, насколько он наполовину полон, либо наполовину путь. Как вы к этому относитесь? Я предлагаю относиться к тому, что он наполовину полон. Ведь благодарности мы не замечаем, что мы имеем. Когда начинаем выписывать благодарности, мы очень сильно начинаем концентрироваться на том, что у нас уже есть. А не на том, что чего у нас еще нет. Поэтому предлагаю эту методику использовать. Так как она является полезной практикой, помогающей уравновесить ваше личное эмоциональное состояние. Я очень люблю ароматы. Я подбираю лично ароматы людям, которые у меня в окружении находятся по психотипу. Предлагаю в высоком случае, а уже понравится или нет, это уже другое дело. И в онлайне я пытаюсь делать то же самое. Я предлагаю пройти людям тест. Предлагаю разобраться в тех ароматах, какие могут быть им наиболее близки. А также по темпераменту, по характеру мы подбираем ароматы. Это уже отдельно. Но если кому интересно, задавайте свои вопросы. И в данный момент осенью я вам очень рекомендую найти свой личный осенний правильный аромат, который поможет вам настроить мысли свои на правильную волну. В общем, для этого отлично подходят цитрусовые ароматы. Они в общем успокаивают нашу нервную систему. А также тесно связаны с нашими воспоминаниями. А цитрусовые, как известно, ассоциируются у нас с летом. Очень многие рекомендуют также выбирать древесные ноты в своем аромате. Это может быть кедр, сандал, ветивер. Так что, ребята, как вы видите, с моих рекомендаций здесь не обязательно впадать в уныние. И, кстати, одеваться в черные и серые тона. Почему-то все сразу в черные и серые переодеваются. Я, конечно, понимаю тех людей, которые всю жизнь носят черный цвет, допустим, он им нравится. Но когда явно все переодеваются в черные и серые тона, это вот очень сильно сбивает, бьет, грубо говоря, по психике. Я сюда уже сейчас лезть не буду. Просто для того, чтобы взбодриться. Одевайте что-нибудь яркое, вот типа такого, да. И я, конечно же, не могу пройти мимо того, что это замечательная пора для чая, пледа и замечательных ваших фильмов, либо же сериалов. Лишний раз просто уделите внимание себе. Побалуйте себя чаем, побалуйте себя пледом, Побалуйте себя каким-либо фильмом. Это замечательная, уютная пора, которая сближает нас всех, особенно в семьях. По мне, так это вот самая замечательная пора. Травяные сборы, которые помогут вам даже своим собственным ароматом, почувствовав аромат, которых вы не сможете пребывать в плохом настроении. Для меня лично этот аромат является чабрец. Я просто вот не могу. Когда я его чувствую, это просто для меня вышка. Я использую разнообразные сборы травяные, благодаря которым всегда нахожусь в замечательном настроении, которые помогают моему еще организму при этом, при всем. И очень нравится мелиса для успокоения. Это вот просто. Мне и запах, и вкус ее нравятся. И порой становишься спокойной, как танк. Хоть что, пусть творится вокруг. Это очень важно. Я вам предлагаю, ребята, не сидеть на месте просто так, а всегда экспериментировать над собой, улучшать свои мысли, улучшать себя, посмотреть со стороны, причем с разных сторон, как вы видите, на свою осеннюю хандру. И она тоже пройдет. Будьте всегда на позитиве. Я вам предлагаю подписаться на мой канал. Если я была хоть чуточку вам полезна поставить лайки, чтобы другие люди тоже его увидели, при подписании на канал можете нажать на колокольчик, чтобы оставаться всегда в курсе моих новых видео. И давайте просто с вами дружить. Переходите по любой ссылке внизу, под описанием к этому видео, и там будут контакты мои. Давайте просто общаться и расширять круг знакомств. Просто будем взаимно полезны друг другу, либо друзьями в сетях. Я вам предлагаю больше никогда не вбивать в запросы осенняя хандра и как с ней побороться. Вот просто боритесь с ней вот этими замечательными советами, которыми я дала. Я считаю, что это вот просто кладезь этого всего. И вы всегда будете на позитиве. Всем удачи и добра!